Привет, девочки, мальчики, друзья, ребята, гитаристы, музыканты! В общем, всем-всем большой привет! Меня зовут Раиль, и вы попали на мой музыкальный блог. Опа! Сегодня у нас рубрика «Разбор и песен», и в этой рубрике мы разбираем традиционно всякие песни по вашим пожеланиям и по моим желаниям. Но вот на последнем ролике, а именно в видео, где я исполняю свою новую песню под названием «Ненормальный», вы очень-очень много комментариев оставили о том, чтобы я разобрал эту песню. И вот по многочисленным просьбам специально для вас, друзья, чтобы порадовать вас, я решил разобрать свою песню под названием «Ненормальный». Очень рад, что песня вам понравилась, просто бомбезна! Я себя почувствовал, когда прочел ваши все теплые комментарии. Спасибо вам большое, что оценили песню. Скачиваем, репостим этот ролик. Вот здесь этот самый ролик с моей песней. Как вы помните, друзья, традиционно я сначала перед разбором песни исполняю эту самую песню, которую буду разбирать. И вот сейчас я для вас исполню свою песню «Ненормальный», но без второй гитары, как вы понимаете, так чисто под гитару. А целый трек вы можете прослушать, как я уже говорил в моем ролике, там есть и вторая гитара, там же есть и соло. Но соло, которое там было и все остальные всякие прибамбасы мы сегодня тоже разберем. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О-о-о-о-о-о-ж Энтопфин с плеской Проруждаемый АЭС Квой просыпается во мне Я ненормальный Хотя в душе и мире Как быть нормальным В этом безумном мире Я ненормальный Летаю в мире без окон В порыве радости Не действует закон Я ненормальный Поэтому не ловай В душе живой, звенящей Не подступает голод Но сделать что-нибудь не так Давай быть настоящим Самым лучшим кайф Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Я ненормальный Я ненормальный Хотя в душе и мире Как быть нормальным В этом безумном мире Я ненормальный Летаю в мире без окон В порыве радости Не действует закон Я ненормальный Поэтому не ловай К душе живой, звенящей Не подступает голод Но сделать что-нибудь не так Давай быть настоящим Самым лучшим кайф Так звучит песня, ребята. Давайте посмотрим аккорды песни. Тональность нашей песни Ре-минор. ДМ, то есть при помощи паре я зажимаю на пятом ладу нижняя посадка. Можете взять открытыми струнами. Ну, простым аккордом. Но в таком случае вы не сможете играть этот прием, который я играю на аккорде ДМ. То есть я поднимаю там мизинец. Следующий аккорд. Си бемоль мажор. Б-б пишется. Вот берется он на шестом ладу. Верхняя посадка. Следующий аккорд А посмотрим. На полтона ниже. На один лад левее. На пятом ладу. Буква А это ля мажор. Или вот здесь можете взять. Простым аккордом. Следующий аккорд. Джи-Эм. На третьем ладу. Без фака. Верхняя посадка. Соль минор. Есть еще аккорд Ф. Фа мажор. На первом ладу. И аккорд До. На... Так. В восьмом ладу я его беру. Верхняя посадка. С. Аккорд С. Или здесь можете взять. Простым аккордом. Или здесь даже. В общем, придется мне картиночки-то ставить. Париться. А я вам тут показываю все подряд. Ладно. Посмотрим теперь порядок аккордов в куплете. В куплете, конечно же, нет аккорда С. Вот этого. Но зато все остальное есть. И... Играется наш куплет при помощи одного самого боя. Который звучит вот так. Нормально, да? Совсем не сложно. Если научиться играть. Давайте его рассмотрим. Делаю первый пока без поднятия мизинца. Будем рассматривать этот бой. Делаем удар вниз. Вверх хлопок. Вверх вниз. Вверх вниз. Вверх хлопок. Вверх вниз. Вверх хлопок. И потом еще добавляем вверх вниз. То есть целиком наш бой в медленном темпе звучит так. Вниз. Вверх хлопок. Вниз. Вверх вниз. Вверх хлопок. Вверх. Вниз. Вверх. 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 Видите, в начале есть два главных удара, которые нужно выделять. То есть вниз, вверх хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх В медленном темпе звучит вот так Еще раз повторяем Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз Надеюсь, вам видно. Попробуем чуть быстрее. Вы скажете, как же запомнить только ударов вверх и вниз? Нужно группировать, как я это обычно делаю. Я группирую вот так, например, вниз, вверх, хлопок, все эти удары в первую группу. То есть, вниз, вверх, хлопок, это первая группа. Вторая, сейчас, еще раз повторим первую. Вниз, вверх, хлопок, вниз, удара, вниз того второго мощного, натянуть второй круг. Еще раз, первый круг, вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок. На хлопке закончился второй круг. И третий. Вверх, вниз, сверх еще добавляем. Вот всего три группировки, три круга. Вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Дайм пять. Играйте тут указательным пальцем, потому что темп бешеный. Ну, для кого-то бешеный. Ну, быстрый, в общем, быстрый, поэтому всей рукой будет сложновато. Играем пальцем. Вот. Вот. У вас сразу же возникнет вопрос, а ты же, Раил, играешь еще большим пальцем? Да. Удары вверх я здесь делаю большим пальцем вместо указательным. То есть, как это звучит-то? Как будто бы у меня в руке медиатор. Удары вниз происходят указательным, удары вверх большим пальцем. И получается, у меня такой камешек как будто в руке, и я его кидаю. Да, да, да. Можно указательным делать, кому как удобно. То есть, удары вниз, а вверх тем же указательным, но вместоцом уже другой стороной. И тут как раз разжимаю пальцы, чтобы сделать хлопок. А как я делаю хлопок, то есть заглушку струн? Вы смотрели мой ролик в хижине музыканта? А? Если нет, то проходим. Я снимал совсем-совсем недавно урок на тему, как делать правильно заглушку на гитаре. То есть, чтобы играть все бои с хлопками на гитаре. Посмотрите и возвращайтесь обратно сюда. Хлопок уже знает, как делать значится. Так вот, теперь я открываю мой мизинец, чтобы звучал вот так. То есть, доре. Звучит у меня. Два раза в начале я поднимаю палец. Сначала он сразу открытый. Я его закрываю после первого удара вниз. И ко второму удару вниз я его открываю и опять закрываю. Смотрите. Последний удар из нашего боя, то есть удары, вверх, вниз, вверх, я делаю без мизинца. То есть, мизинец опять-таки поднят. Смотрим как. Соединим весь бой. И смотрите, где я поднимаю мизинец. Надеюсь, понятно, друзья. Бой играется таким вот образом. Далее, когда мы начинаем нашу песню, аккорды начинают меняться каким-то образом. Смотрим, как они меняются. Я сейчас буду медленно петь. Вы смотрите. Аккорды очень легкие и должно вам понятно быть. Сначала, кстати, песни я еще всякие звуки шаманские вставляю. Имитация. Пробуем, поехали. Начинаться будет ураган. Я закрою лени и отдам Приказания, чтобы все прятались в подвал. А я так долго этот вечер ждал. Достану свой шаманский бубен и отдам. Свой танец при ношении богам. Танцы на лужах у меня ритуал. Прожим, прожим, прожим ритуал накал. Сверху поревает дождь, так радуется вождь. Эндерфи, но всплески пребуждают меня резко. Воник просыпается во мне. То есть, заметили. Везде, где мы спускаемся к аккорду ре, мы продолжаем делать мизинцем ту же фишку. А так аккорды меняются в хаотичном порядке. Здесь не такой твердоквадратный порядок аккордов я сделал. Здесь у меня по-своему все получилось. Не буду уж говорить, как. Потому что это все музыка. Здесь все может быть. Заметили, да, все аккорды? Си бемоль, аккорд А, аккорд Gm, аккорд F. Аккорд А. Кстати, со слов «танцы на лужах» начинается предприпевная часть или по-английски «pre-chorus». Вот она начинается с аккорда... Эта часть начинается с аккорда B-B, си бемоль мажор. «Танцы на лужах» у меня ритуал. Кружат, кружат, кружат ритуал. Дальше. Тут после удара на аккорде А мы договариваем фразу «вольник просыпается во мне» и вставляем на слово «мне». Вот такое вот соло. Надеюсь, видите, да? Играется это соло так. Зажимаем первую струну на десятом ладу. Дергаем десятую. Так, восьмую. Потом на второй струне тоже самое. Дергаем десятую. Восьмую. Потом на третьей струне дергаем десятую. Итого. После третьей струны мы снова возвращаемся на вторую, дергаем восьмую. И делаем подтяжки. Ну, бенды. Кому как удобно, вверх или вниз. И обратно зажимаем третью струну на десятом ладу. И пошел припев. Все аккорды куплета вы видели на экране в порядок. Так что вы можете легко сориентироваться. Пробуем. Так звучит. Аккорд первый ББ. Си бемоль мажор. Дальше аккорд С. Дальше аккорд Ф. Таким вот способом я его зажимаю, чтобы далеко сюда не бегать на этот аккорд. Вот здесь зажимаю в начале куплета. А, и припев в начале. Это аккорд Ф и аккорд ДМ. И дергаю три нижней струны. На вторую долю. То есть первую пропуская. В регге. Гитара вот идет на вторую долю. И начинаем петь. Я ненормальный, хотя в душе и лирик, как быть нормальным. В этом безумном мире я ненормальный. Летаю в мире без окон. В порыве радости не действует закон. Я начал вставлять еще удары по струнам. Если вы, дорогие друзья, заметили. Дальше двигаемся. Уже про робота начинается часть этого припева. И она играется уже с басом тоже. То есть мы дергаем на первую долю бас. Три нижние. И хлопок делаем. После, кстати, трех нижних, защипывания трех нижних, мы расслабляем левую руку, чтобы такой резкий удар получился. После удара опять три нижние дергаем и расслабляем пальцы. Понятно? Я ненормальный, поэтому не робот. Душей живой, звенящей, не подступает холод. Но сделать что-нибудь не так, давай, быть настоящим самым годом. Чикай. Дальше пошло соло-гитары. И мы продолжаем эти же самые аккорды гонять по кругу четыре раза. В конце четвертого раза мы делаем просто два удара на аккорде F на восьмом году и на аккорде D-M. Надеюсь, все предельно понятно, дорогие друзья. Давайте посмотрим соло, долгожданное соло из нашей песни «Ненормальный». Ребята, пришло время для долгожданного соло из моей песни «Я ненормальный». Давайте посмотрим, как это соло звучит. Ну да, там не вместилось, как видите, но ничего, мы сейчас все это посмотрим, ребята. Это соло, дорогие друзья, начинается с затакта. То есть мы на первую долю, на аккорд B-B, должны прийти уже к ноте соль. То есть вот это все выполняется на аккорде D-M. Наглядно посмотрим. Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла Ля-Ла-Ла Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла Вот на аккорде R-M, ровно начиная с аккорда D-M, мы начинаем этот подъем. И потом первую долю делаем с подтяжкой на третьем ладу первой струны Подъем, как сделать нужно? По полтонам, начиная со второй струны, зажав его на первом ладу Первый, второй, третий, потом на первой струне Первый, второй, третий лад И уже пошла первая сильная доля То есть И вот здесь делаем Делаем подтяжку, бенд на полтона На ноте соль, на первой струне, на третьем ладу Потом фа дергаем Потом скользим от соль на ля То есть с третьего лада первой струны на пятый И потом опять третий дергаем Слайд И третий дергаем Потом остановка на соль диэс на четвертом ладу первой струны И чередуем с нотой ля На пятом ладу первой струны Потом дергаем первую струну на первую ладу И вторую струну на первую ладу Повторим сначала Потом дергаем ре И возвращаемся опять на ре То есть дергаем ре Потом ре на второй струне Потом дергаем фа Первый лад То есть на первой струне И от него делаем хаммер на третий лад первой струны И опять срываем пулов Чтобы оказаться опять на первом ладу первой струны И дергаем третий лад второй струны Такой прием делаем Потом берем интервал к винту То есть вторую струну на первом ладу зажимаем И первую струну на третьем ладу Два раза дергаем Как бы запозданием Второй аккорд также берется на двух первых струнах Зажимаем первую струну на пятом ладу И вторую струну на шестом ладу Его один раз дергаем Потом начинаем спуск с хаммер оном и пул офами С пятого лада Дергаем пятый лад на первой струне Хаммер на шестой лад Опять срываем Потом берем третий лад первой струны Тоже хаммер на пятый лад Срываем Потом берем первую струну на первом ладу Хаммер на третий И срываем То есть что бы у нас получается Потом дергаем вторую струну на первом ладу Потом на третьем Соединим сначала Еще раз давайте, ребят На ре остановились, да? Просто мне очень-очень неудобно показывать, ребята Поэтому извините за плохой звук Дальше игра Тут как бы Парэм Парэм Ну, тут джазовые всякие ходы есть Вот один из них вот играется на третьей струне Дергаем первый Второй лад Да? Потом берем четвертую струну на третьем ладу И скользим с третьего лада на пятый лад четвертой струны Все это давайте посмотрим с аккордов Скольжение, видели, да? Потом берем четвертую струну на седьмом ладу Потом третью на пятом И хаммер делаем с пуллофом На седьмой лад третьей струны Потом опять дергаем четвертую струну на седьмом ладу Вот так это звучит Потом играем на четвертой струне На третьем ладу, пятом и седьмом ладу Еще раз напоминаю Делаем хаммер он с пуллофом Потом на четвертой струне играем Третий, пятый, седьмой лад На третьей струне пятый, седьмой лад То есть поднимаемся, нужно подняться к этому интервалу Давайте посмотрим, ребята, еще раз с хаммером, с пуллофом Кстати, да, после него мы сразу начинаем игру с четвертой струны После хаммерона и с пуллофа Вот так нужно сыграть На четвертой струне дернуть третий, пятый, седьмой На третьей струне пятый, седьмой лад Как это звучит? Потом берем интервал на четвертой и третьей струне То есть зажимаем четвертую струну на восьмом ладу Третью на седьмом Два раза дергаем Потом двигаемся на два лада вперед Рукой то же самое И потом на один лад Но уже зажимаем четвертую струну на двенадцатом ладу А третью струну на десятом ладу Один раз дергаем и получается вот такое вот соло Сначала саму мы посмотрим наше соло, ребята Вроде все уместил Надеюсь вам понятно все это было, дорогие друзья После соло, ребята, я начинаю опять припев, но уже два раза медленнее Долго сижу на каждом из аккордов Но припев идет своей чередой То есть Я не нормальный, поэтому не норма То есть Я играю Тут обычный бой регги Но тоже как началь Только еще добавляю вниз-вверх Посмотрите этот бой, вы можете пройдя по этой ссылочке Здесь я разбирал этот бой Очень классный бой То есть я делаю бас, дергаю Потом вниз-вверх, хлопок Вверх-вниз-вверх Ну и еще нужно раскачиваться, чтобы ритм регги Движение регги воссоздать Ну короче, пропевайте весь припев И в конце на словах Ну сделать что-нибудь не так Вы начинаете уже в обычном темпе сменять аккорды Ну сделай что-нибудь не так Давай Будь настоящим Самый лучший На аккорде С остановку делаем Замедляем И дальше опять пошла часть из вступления То есть как начали, так и заканчиваем Самый лучший И кайф Кайф И на аккорде Ф мы заканчиваем нашу песню А на этом урок, друзья, подошел к концу Очень благодарю, благодарю, что вы вместе со мной Учитесь играть на гитаре, развиваетесь И интересно проводите время Вы молодцы, я вами горжусь С вами был Раиль Подписываемся на мой музыкальный блог Чтобы не упускать разборы счастливых песен Очень интересных песен Я вас еще раз благодарю До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok